Дайджест недвижимости. Их нецелевого использования и хищения. Эти факты послужили основанием для возбуждения четырех уголовных дел, сообщает бизнес-новости в Кирове. Напомню, в реестр обманутых дольщиков в Кировской области внесено 145 пострадавших по восьми объектам. На сайте регионального правительства сейчас опубликована дорожная карта, в которой указаны сроки, когда проблемы необходимо решить. К примеру, конечный срок достройки дома на Ленина 145 – четвертый квартал этого года, на Сурикова 31 – четвертый квартал 2019 года, на Горбуновой 31 – третий квартал 2020. Дайджест недвижимости. Мэрия Кирова выставила на продажу часть особняка купца Ивана Репина. Постановление об условиях приватизации нежилого помещения в доме номер 6 по улице Спаской опубликовано на сайте городадминистрации. Площадь помещения на втором и третьем этажах. Здание на перекрестке Ленина и Спаской составляет более 100 квадратных метров. Его в рамках закона о малой приватизации выкупит арендатор. Имущество ценили в 720 тысяч рублей. Ранее помещение в доме на Спаской 6 приватизировали еще несколько предпринимателей и компаний. Арендовавших муниципальные площади. Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Сообщается в документе. Дайджест недвижимости. Вторичное жилье в Кировской области продают дорожного строек. Данные по стоимости квадратного метра во втором квартале года представил Кировстад. Цены на квартиры на первичном рынке в сравнении с первым кварталом 2017-го подросли на 0,6% и составили около 38 тысяч за квадрат. Уже обжитые квартиры, напротив, потеряли в цене более процента. Тем не менее, стоимость квадрата на вторичном рынке выше, чем в новостройках, и составляет 40 тысяч 500 рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.